Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, как девочка избавится от привычки вечером пить вино. Есть ли среди экспертов анонимные наркологи или психологи? Интересно здесь анонимные, слово анонимные. Ну вообще, насколько я знаю, именно анонимные наркологи или психологи все. То есть все соблюдают анонимные наркологи. Что касается привычки вечером пить вино, то здесь, на мой взгляд, ситуация следующая. Привычка не возникает на ровном месте. Привычка появляется в результате, так скажем, определенной потребности, которую вы выбираете, так удовлетворять. Вы выбираете, так удовлетворять свою потребность, какую-то потребность в чем-то. И вот в чем, в чем именно потребность вы выбираете удовлетворять, нужно выяснить. В первую очередь, прежде чем, что-то делать дальше. Но какую потребность вы пытаетесь закрыть? Это первое, на что нужно обратить внимание. И дальше смотреть, что это за потребность, из чего она состоит. Может быть, это не совсем потребность, может быть, это страх, может быть, это какой-то конфликт, который вы пытаетесь разрешить и так далее. То есть, как бы, у любой привычки есть вот такая штука. Есть химическая сторона, есть, значит, психологическая сторона. Физиология и психология. Если убрать психологическую причину, то физиология поможет, ну, действительно, наркологу. Если убрать только физиологическую причину, то психологическая причина даст как-то о себе знать, и, ну, вполне вероятно, что, ну, вы вернетесь к этому. Вот, поэтому разделить эту задачу нужно на две части. Вот. И, ну, начать с... С психологической, вероятно, стороны. Вот. Ну, в данном случае, по крайней мере. Понимаете? Вот. То есть, начать именно вот с... Ну, со стороны... А... Психологии для того, чтобы... Увидите, какую же... Собственно... Проблему, да, вы пытаетесь решить. Вот. То есть, ну, что это за проблема? Ну, вот. Это первое. Первое, на что... На что хочется обратить... Обратить ваше внимание. Первый момент, по крайней мере. Ну, вот. Второй момент. Значит, вы пишите следующее. Что, как избавиться? Избавляться не нужно. То есть, в идеале, в идеале, если прям вот так, да, ну, достаточно, достаточно серьезно подходить к вопросу, да, вот. То, в идеале, вам, ну, необязательно даже бросать пить совсем. Да, вот. Вам просто нужно увидеть. Вам просто нужно увидеть, что именно вы компенсируете. Что именно вы компенсируете вот этой привычкой. Что пытаетесь компенсировать, ну, что пытаетесь компенсировать, как бы. Ну, если это сделать, на мой взгляд, то проблема будет решена. Ну, не радикально. То есть, прям вот избавляться, потому что, ну, чисто объективно, да. Я, ну, вам может, в принципе, вам может, в принципе, нравится, как бы, ну, вино, вкус вина. И вино, так-то, вообще-то, оно, ну, полет, то есть, оно полет, в нем ничего плохого нет. Другой момент, да, то, что вы это делаете бесконтрольно, то, что вы бесконтрольно его пьете, это, это, конечно, не очень хорошо. Это правда, то, что вы его, то, что вы его, вот, ну, именно, что бесконтрольно пьете. Ну, так, как бы, это решается, как раз, вот, это решается, как раз, именно, 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 через, через психотерапию, вот. То есть, именно, психотерапевтически это решается, вот. И, собственно, собственно, все, как, как бы, то есть, если вы хотите, ну, если вы хотите, конечно. Следующий момент, на который нужно, на мой взгляд, обратить, обратить ваше внимание, следующий, следующий момент. Это момент, связанный с выгодой, вот. То есть, какую выгоду я получаю от, ну, от того, что вот, ну, употребляю алкоголь. Да? То есть, какая выгода. То есть, что я себе, вот, позволяю делать. То есть, вот, что я себе разрешаю. Посредством алкоголя. Вот. Причем, это важный момент, связанный с тем, что происходит не во время того, как вы алкоголь, ну, принимаете, да? А именно после того, как, после того, как вы алкоголь употребили, вот, что происходит. Что происходит с вами, именно после того, как вы его употребили, вот. То есть, что вы чувствуете потом. Это важный момент. И еще один важный момент, это, в каком состоянии вы его, вы его, ну, употребляете. Сейчас, ну, грубо говоря, что это за состояние такое, да? При котором вы, вот, его, его начинаете употреблять. Ну, то есть, тут в этом смысле все предельно просто, да? То есть, что вы чувствуете, как вы себя ощущаете, вот. Какие у вас мысли возникало, да? Вот. Чего хочется, ну. То есть, все как-то вот тут, ну, тут все довольно банально. На самом деле. Вот, никаких, никаких, ну, никаких, никаких, никаких секретов, как бы. Из этого, ну, никто, никто не делает. Никаких секретов. Это тоже важно понимать. Ну, и от того уже, насколько честно вы будете в своих ответах, да? Вот. От того, насколько честно вы сможете ответить на эти вопросы, ну, сами вы, ну, вот, то есть, ну, вот, как вы готовы, не готовы, ну, признаться себе в чем-то, ну, вот. Ну, вот, уже, в принципе, зависит, как бы, дальнейшее, дальнейшее действие. Вот. Ну, я думаю, лично моя, вот, гипотеза на данный момент, она заключается в том, что... у вас есть какая-то боль, вот, какой-то конфликт, вот, психологический, например, ну, внутренний, внутриличностный конфликт у вас какой-то есть, вот. Который вы пытаетесь, ну, заглушить алкоголь. Ну, что ж, вас, вас можно понять в этом... Ничего плохого нет, то, что вы выбрали такой, такой путь, хотя он, конечно, никуда не ведет, не ведет, но и вы... Ну, справедливости ради, вот, справедливости ради, надо сказать, что вы выбрали не самый демократичный способ, вот. То есть, вы выбрали способ, вот, рубить страну, вот, а психика, 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 она устроена как, что, вот, даешь ей запрет, и она начинает его срабоцировать. То есть, иным словами, самый лучший способ, не обросить, пить вино, это требовать от себя, ну, требовать от себя, перестать это делать. Вот, это, это, самый лучший способ, поэтому если вы на самом деле хотят, ну, в принципе, если вы на самом деле хотят, если вы на самом деле хотят. более, ну, более реальную задачу перед собой ставить, например, пить меч просто, допустим. Ну, через день, да. Смотреть на то, чего мне хочется. Опять же, да, так-то. Смотреть на то, чего мне нужно. А вино ли я хочу, например. Ну, и как-то вот там вот дальше рассмотреть. Ну, я повторюсь, чаще всего это история про боль, вот. Чаще всего это история про какой-то конфликт, вот. Вот. Чаще всего это история про некоторую такую вот, знаете, ну, неразделенность, то есть, ну, ощущение, что вы изолированы. Вот. Такое, как бы, ну, такое вот чувство, такая эмоция здесь. Ну, вот. Хорошего мало, как бы, никто не спорит, да, то, что, ну, в этом, как бы, абсолютно ничего хорошего нет, понятно. Вот. Я вам, значит, значит, сочувствую, что, ну, что вы оказались вот в такой ситуации для себя. Очень жаль, что вы оказались для себя в такой ситуации, но вот, как бы, надо из нее выходить, вот, поэтому, соответственно, вы молодец, что обратились. За помощью, конечно. Выбирайте любого специалиста и начинайте, начинайте работу. Всего доброго, удачи.